САМАРА В Рио губернатор Вячеслав Федорищев встретился с депутатами Госдумы и сенаторами от Самарской области. Глава региона отметил, что предстоит решить множество задач по социально-экономическому развитию Самарской области. Также он выделил направление, по которым планируется активная работа. Наращивание бюджетных возможностей, реализация поручений президента России, выполнение наказов жителей. Помимо этого, на встрече обсудили поправки в законы, которые направят в Федеральное министерство. Единство и сложная работа – залог успешного развития региона. Сообщим и справимся со всеми задачами, подчеркнул Вячеслав Федорищев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпускники, которые претендуют на золотую медаль и аттестат с отличием, смогут получить их даже, если решат пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Для того, чтобы подтвердить право на медаль, школьнику необходимо пересдать экзамен на нужное количество баллов. Для золотой медали это 70 и выше, для серебряной – 60 и выше. Напомним, что Минпросвещение Российской Федерации и Рособорнадзор представили проект приказа о новом расписании ЕГЭ-2024. Он позволяет пересдать экзамен по одному предмету до окончания приемной кампании уже в этом году. Мошенники могут представляться помощниками фин-омбудсмена. Они предлагают вам вернуть деньги, например, из финансовых пирамид. Якобы сотрудники финансового уполномоченного звонят по телефону и говорят, что вас обманули мошенники. Поэтому они могут помочь вам во всем разобраться. Люди, которым уже звонили, не подавали обращения к финансовому уполномоченному, но действительно когда-то были обмануты разными недобросовестными организациями. Важно понимать, служба фин-омбудсмена может вам написать или позвонить, только если вы подали обращение. Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания. Она входит в планетную систему звезды HD 48948. Это класс планет, которые крупнее Земли, но легче Нептуна. Они состоят из газа и камней. Изучение объекта проводили с помощью спектрографа. Ученые отобрали 189 измерений лучевых скоростей за последние несколько лет. Основываясь на полученных данных, астрономы признали звезду HD 48948 похожей на Солнце, а ее систему с потенциально обитаемой суперземлей, ближайшей к нашей планете. Ветеринары рассказали, почему надо выгуливать кошек на поводке. Важно не отпускать питомца за пределы участка. Делать это советуют по трем причинам. Так хозяин сможет предостеречь животное от опасности, проследить, если кошка что-то подберет с земли, и тем самым предупредить многие болезни. Такой метод касается как поездок на дачу, так и городских прогулок.